Семейный праздник Остроумно пройдясь своих юмористических рассказов насчет перегибов в исполнении праздничных традиций, все же отдавал дань самой главной из них – пожеланиям своим друзьям. Желал он с удовольствием и помногу – богатства и душевного спокойствия, полного благополучия, бодрого настроения, веселой работы. Часто встречаются пожелания шутливые. Брату Ивану, серьезному юноше, желает стать протеереем, семейному и постоянно безденежному Александру – действительным статским советником. Есть пожелания жирных индюков, породистых щенков, поскорей жениться, наловить сто пудов рыбы. Щедро желает чехов благ материальных, кульчервонцев и духовных с индивидуальным подходом к каждому одаряемому. Издателям он часто желает новых подписчиков. Лаврову, издателю журнала «Русская мысль», Лейкину, издателю юмористических осколков и Куманину, издателю журнала «Артист», пожелание было конкретное – пять тысяч новых подписчиков. Лейкину, возраптавшему как-то на безграмотных поэтов, заполонивших редакцию своими стихами, Антон Павлович желает еще остроумных прозаиков и грамотных поэтов. Что пожелать людям разных профессий? Писателям. Ивану Леонтьевичу Леонтьеву Щеглову новых рассказов, десяток повестей, одну драму, восемь повестей, сто двадцать субботников, один роман и одну четверть пьесы. Ивану Алексеевичу Бунину прославиться на весь мир, писательницам и актрисам успехов и славы, актеру Александру Леонидовичу Вишневскому шумных успехов, режиссеру Константину Сергеевичу Станиславскому новый театр и штук пять новых великолепных пьес. А что же пожелать Алексею Сергеевичу Суворину, издателю газеты «Новое время», человеку знаменитому, умному и небедному? «Деньги лишними не бывают», – подумал Видно Чехов и как-то к пожеланиям здоровья и покоя добавил шесть миллионов рублей. Однако были у Антона Павловича для этого неординарного человека в резерве еще пожелания. Суворин увлекался сценой и организовал в Петербурге собственный театр, поэтому понятны слова писателя. «Вам желаю побольше очень хороших пьес, чтобы взять больше ста полных сборов и, пожалуй, самому написать пьесу, хотя бы даже историческую. Кстати же, вы давно уже пьес не писали». Шутки шутками, но многие пожелания Чехова мистическим образом сбывались. Алексей Николаевич Плещеев, знаменитый поэт, попавший в ссылку по делу Петрашевцев, всю свою жизнь очень нуждался и вел полунищее существование. Неудивительно, что Антон Павлович посылает ему такое пожелание. «Желаешь, чтобы, проснувшись в одно прекрасное утро и заглянув к себе под подушку, вы нашли там бумажник с двумя стами тысячи рублей, и чтобы всех ваших кредиторов посадили в Петропавловскую крепость?» Потрясающее совпадение. Незадолго до смерти поэт получил миллионное наследство и зажил на широкую ногу. Вместе с дочерьми он поселился в роскошных апартаментах парижского отеля, куда приглашал своих знакомых и щедро одаривал их. Свалившееся богатство не изменило Плещеева. Поэтесса Зинаида Гиппи вспоминала, что он оставался таким же простым и хлебосольным хозяином, как и в маленькой клетушке на Прибраженской площади. Поэт внес значительную сумму в литературный фонд, учредил фонды имени Белинского и Чернышевского для поощрения талантливых писателей, сделал немало добрых дел. Перед Новым годом очень хочется пожелать вам всего самого доброго и светлого. Пусть ваши пожелания родным и близким чудесным образом сбываются, как у Чехова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова